Саудовская Аравия призвала к стабильности на Ближнем Востоке, предупредив о последствиях из-за войны между Израилем и Хамасом для глобальной экономики. Во время саммита президент Всемирного экономического форума Борги Брэнда заявил о возможном новом импульсе в переговорах по заложникам и выходу из тупика по переговорам в Газе. В то же время госсекретарь США Энтони Блинкин призвал Хамас принять предложение Израиля о перемирии в Газе для обеспечения освобождения заложников. Хамас рассматривает предложение, которое является чрезвычайно щедрым со стороны Израиля. И в этот момент единственное, что стоит между народом Газа и прекращением огня – это Хамас. Они должны решить, и решить быстро. Так что мы к этому стремимся, и я надеюсь, что они примут правильное решение. Израиль предупредил боевиков Хамаса о проведении масштабной военной операции в городе Рафах в том случае, если они не согласятся освободить часть из 133 оставшихся заложников. 27 апреля министр иностранных дел Израиля заявил, что запланированная операция в городе Рафах на юге Газы может быть приостановлена, если будет достигнута договоренность. По данным израильских СМИ, Хамас ответит на последнее предложенное соглашение по заложникам в течение 48 часов. Израиль потребовал освободить 33 женщины, детей, пожилых и больных. Освобождение заложников является для нас главным приоритетом – и женщин, и мужчин. Если есть возможность договориться, мы пойдем на сделку. Если сделка состоится, мы прекратим операцию. Если Израиль войдет в Рафах по суше, под удар может попасть гражданское население, поскольку город переполнен беженцами, предупредил Норвежский совет по делам беженцев. По словам премьер-министра Израиля Нетаньяху, даже решение Международного уголовного суда не повлияет на военные действия Израиля. По данным издания The Times, Международный уголовный суд может выдать ордера на арест премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху и других высокопоставленных израильских чиновников в связи с войной в Гаазе. Под моим руководством, Израиль никогда не допустит никаких попыток Международного уголовного суда в Гааге подорвать его основное право на самооборону. Хотя МУС не повлияет на действия Израиля, он создаст опасный прецедент, который будет угрожать солдатам и чиновникам всех демократических стран, борющимся с диким терроризмом и бессмысленной агрессией. Беньямин Нетаньяху, премьер-министр Израиля в Телеграм. В Израиле утверждают, что в Рафахе находятся четыре боевых батальона Хамаса. И для достижения победы необходимо разгромить их. По мнению аналитиков, Хамас хочет использовать сделку как прекращение боевых действий без установления официального мира. А Израиль планирует продолжать войну до тех пор, пока не будет ликвидирован правящий и военный потенциал Хамас.